МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда, что нужно сделать семенами, прежде чем их протравливать? Если ты взяла у бабушки огурчик или помидорчик, то ты, когда выгребла уже все семянышки, просушила, ты их должна откалибровать. То есть визуально отобрать более крупные и более мелкие. Потом еще можно их по удельному весу определить. Это делается с помощью обычной поваренной соли. 30-50 грамм поваренной соли на литр воды. И в этот раствор мы должны опустить наши семена. То, что потонет в этом растворе, это качественные семена. То, что всплывет, эти семена можно выбросить. Просто сливаем воду, и остаются на дне хорошие семена? Да. После соли нужно обязательно их промыть. Давай протравливать. Как это делать? Дедовский способ, помнишь, это марганцовочка. Делают крепкий такой раствор, но он не очень хороший, потому что он подсушивает наши семена. Есть очень много сейчас препаратов на рынке, которые обладают фунгицидным действием, то есть убивают грибки и потаенную микрофлору. И при этом они не химические препараты, а это агрономически полезные грибочки и микроорганизмы. Прекрасно. Такой препарат стоит в районе 20 гривен, но его хватает надолго. То есть мы сможем его и в следующем году использовать, если срок годности позволяет, да? Да, да, безусловно. Такие препараты нужно тоже покупать в специализированных точках, чтобы не ошибиться? Да, да, да. И что мы делаем с этим средством? Мы возьмем, допустим, наши семянышки. А что мы будем с тобой выращивать? Это семена перчика, это семена помидорчика. Болгарский перец, помидоры. Мы возьмем и наши семена по инструкции. В какой пропорции? На каждой этикеточке индивидуально написано. Какова должна быть температура воды? Температура комнатная. Протравливаются один час наши семена. После этого мы их на ситечке промываем под проточной водичкой. Какой следующий этап подготовки семян к посадке? После того, как прошел у нас час, мы промыли в ситечке, и семянышки обязательно мы должны простимулировать. Мы в нашем случае выбрали для того, чтобы простимулировать всем знакомый алоэ. Ничего себе. А что алоэ сделает с нашими семенами? Это активный стимулятор роста. При этом еще он и может убить бактериальные инфекции в наших семенах. Мы его измельчим и отожмем сок. От трех часов до суток в соке алоэ может находиться наши семянышки. Пролежали они сутки в растворе сока алоэ. А дальше что? После этого, Надюша, мы их замачиваем. Мы их замачиваем для того, чтобы они проклюнулись. После того, как они проклюнулись, мы точно видим, какие семянышки нам сеять, а какие не нужно. Которые не проклюнулись и не нужно? Мы их сеять не будем. Нет смысла. Как их замачивать? Для этого мы берем какую-то хлопчатобумажную ткань. В этом случае, видишь, мы выбрали просто марлю. Смотри, мы увлажняем нашу ткань. То есть она не должна быть очень мокрой-мокрой, чтобы там не хлюпало. То есть нельзя просто взять и смочить в воде марлю? Можно, но хорошо-хорошо отжать. После этого мы помещаем наши семянышки. Ну, допустим, эти, да? Вот возьмем и поместим. Ну да. Протравили, простимулировали, замачиваем. Можем в блюдечке оставить, накрыть пленочкой или полиэтиленовой, или пищевой и поставить в теплое место. Это должно быть от 25 до 29 градусов. Главное не пропустить момент, когда они наклюнулись. Как правило, это появляется через три дня уже. Вот помидорчики, перчики чуть-чуть позже будут. О, зависит от растения. Да. Когда я открываю пленку, чтобы посмотреть, проклюнулись или нет, мне нужно водички доливать? Она же все-таки испаряется? Да, да. Если она испарилась и просохла, мы обязательно увлажняем. Тоже лучше из поливилизатора, потому что ты не переувлажнишь. Еще очень большую ошибку делают наши садоводы. Они помещают просто воду и ставят на батарею. Ну да, тепленько. То есть они могут вообще свариться в таком случае. Да ты что, точно. Мы их еще будем закалять. Берем вот в таком виде и ставим в холодильник от нуля до пяти градусов и выдерживаем их там 12 часов. Какой длины отросточки должны уже проклюнуться на наших семенах? Достаточно, чтобы это был буквально миллиметр. Большие не нужны, потому что они вытягиваются. Если ты все-таки взялась их закалять, то ты должна повозиться с ними три дня таким образом хотя бы. То есть туда, сюда. 12 часов в тепле, 12 часов в холодильнике. И так на протяжении трех дней. За это время ростки на семенах увеличатся или они как бы в замороженном состоянии будут? В морозе ничего не любят расти. То есть в тепле они могут расти. В таком случае, если они начинают в тепле расти, мы подсматриваем. Если они очень вырастают, мы увеличиваем количество нахождения в холодильнике. Зачем мы это делаем? Они становятся более устойчивыми к неблагоприятным условиям внешней среды. Отлично. Прошло три дня. Закаленные, проросшие слегка семена уже готовы к тому, чтобы попасть в грунт? Да, они готовы, и мы их будем сеять. Наконец-то! Во что будем сеять? Это торфяные таблеточки. Видишь? Вот сухая таблеточка. А вот мы ее размочили. Прошло 15 минут. Она увеличилась в объеме приблизительно в 3-4, а то и в 5 раз, в зависимости от качества торфа. И она готова уже для того, чтобы мы посеяли наши семена в нее. То есть мы вообще без грунта прямо в торф будем сеять семена? Да, можем посеять прямо в торф. Наилечка, дорого купить вот эти формы, потом таблеточки торфяные? Каждая таблеточка приблизительно 60 копеек. В мелкую таблетку садится всего-навсего одно семянышко. Допустим, одно или два. И при этом нужно еще немножечко заглубить, потому что семена томатов, перчиков нужно заглублять. 0,3-0,5 сантиметра. Всего-навсего. Буквально вот так пальчиком притопить? Вдавил, да. А сверху трамбовать? Нет, трамбовать не нужно. То есть ты углубил, прикрыл в землю и все. Нельчка, если все-таки я не хочу торфяные таблетки покупать? Ты можешь посеять в такие кассеты, но сюда положить грунт. Для сеянцев должна быть чистая почва. Лучше все-таки ее купить или продезинфицировать. То есть варианты. Мы ее можем пропарить или же заморозить в морозилке. Заморозить почву в морозилке, что это означает? То есть ты взяла ее в кулечек и положила в морозилку. Хотя бы на сутки. После этого всякая патогенная флора, как правило, погибает. Но ее убить не так легко. Проще все-таки воспользоваться вот такими вот препаратами, которые угнетают патогенную флору и вместе с тем насаждают агрономически полезную флору в земле. Это тот же препарат, который мы протравливали семена, может быть? Да, то же самое. Удобно. Просто мы уже в опрыскиватель в наш растворяем часть вот этого препарата и увлажняем нашу почву. Причем почву нужно приготовить за 2-3 недели до посева. Грунт должен быть слегка влажным. Мы его упаковываем в темный полиэтиленовый пакет и в тепло ставим на 2-3 недели. За это время наши полезные микроорганизмы там размножаются. Он приобретает нужное нам качество и после этого мы можем смело сеять рассаду. Вот если бы за мной так ухаживали, как мы за грунтом и за семенами, я бы уже просто... Плодоносила я плодоносила. Как самый большой помидор. Дошли до момента, когда семена начнут в грунте расти наконец-то. Есть варианты посева, да? То есть мы можем вот в такие кассеты. Это очень удобно, потому что растение здесь может расти довольно долго. После того, как они взошли, появляются два листочка, и мы их обязаны пикировать тут же. Здесь растение может быть подольше все-таки, поэтому это выгодно. И плюс еще эту форму можно использовать не один год. Повторно, да. Можно сеять еще в бумажные или в торфяные вот такие стаканчики. Я так поняла, что вот это горшочек, который прямо отправится в землю и там растворится. Или я что-то путаю? Ты знаешь, все-таки лучше его все равно будет разорвать. Мы просто не уверены, может ли он раствориться в земле. Потом, Надюша, смотри, можно посеять так же вот... Ух ты! Ты узнаешь, что это? Цыпленок! Да. Мы посеяли сюда три семянышка. Они все успешно взошли. И, конечно же, нужно два из них убрать. Мы сейчас выберем самый сильный из них. Вот это растение хорошее, видишь? Здесь кроме семидольных листочков развилось два настоящих, а эти послабее. Мы их просто прирезаем. Обрезали. Вот. У меня мама когда-то так садила рассаду огурцов и делала это еще и для того, чтобы не съедала медведка на огороде. Потому что в грунт иногда просто высаживают. И вот эта вот скорлупа яичная защищала. Защищала броня. Да. Если ты будешь высаживать в землю, мы должны будем нашу скорлупу треснуть. То есть ты ее сжимаешь, и она трескается у тебя в руках. Но остается в грунте, да? Да. В почве получается повышенное содержание кальция, что тоже неплохо. Если ты будешь пересаживать в больший объем, обязательно ты не должна брать за стебелечек. Это очень вредно для растения. Потому что наша температура 36,5 хотя бы, да? А здесь растение растет 18, 20, 25. И для него это стресс наша температура. Поэтому мы берем только за листочки. Как только появились наши всходы, мы должны их срочно перенести в более прохладное помещение. То есть если они прорастали при 25-30 градусах, то нужно их поместить в 18-20, ну 22 градуса. И сделать досветку. Первые трое суток досветка должна быть круглосуточная для рассады. После этого мы их можем уже ставить на более теплый подоконник. И там, ну в досветке они все равно нуждаются. До четвертого листочка 16 часов рассада должна досвечиваться. Рассада взошла, и мы же продолжаем за ней ухаживать, правильно? Обязательно. Значит, теперь это заключается в поливах, и вместе с тем мы ее должны удобрять. Поэтому вот, допустим, мы такой биогомус берем, мы помещаем в литр воды, да, после этого разбалтываем и оставляем настояться на сутки. После этого готова вода для полива. Температура воды должна быть такая же, как, допустим, и в комнате, и свободная от хлора. Нужно ли увлажнять помещение, где растет рассада, и опрыскивать сверху водой растеницы? Надюша, очень важна действительно влажность. Как ее можем повысить? Можно поставить ящичек с водой возле батареи, а на батарею накинуть ткань. Край будет на батарее, а второй край в ящичке с водой. И таким образом ткань будет испарять влагу. Как мы определим, что уже можно пересаживать ее в открытый грунт? Как только грунт уже готов, нет ночных заморозков, да, мы сразу же пересаживаем в грунт. Мы будем пересаживать рассаду вместе с комом земли, в котором она находилась. Перед тем, как мы уже готовимся к высадке в грунт, Надюша, мы нашу рассаду должны еще закалить. Перепад должен быть хотя бы в 5-9 градусов. А перед самой посадкой лучше вообще оставить их даже и ночевать на веранде неотапливаемой. Надюша, самое главное, о сроках посева. Если, допустим, ты в открытый грунт садишь в начале мая наши растения. Уже рассаду. Да, да, нашу рассаду. То ты должна прикинуть. Обычно на упаковочке помидора говорится, что это, допустим, раннеспелый, среднеспелый сорт. И для каждой рассады есть оптимальные сроки, которые она должна прожить до того, как ты ее посадишь в грунт. Для помидоров это от 45 и где-то до 60 дней. Допустим, ты садишь позднеспелый помидор, который уже в 60 дней готовый отправиться в грунт. Ты от даты посадки в грунт, допустим, это 1 мая, отсчитываешь 60 дней и еще где-то дня 3-5 на то, что растение должно взойти. Получается, что сейчас самое время садить рассаду. Вот перец сладкий, мы как раз его и подготовили к посадке. Да. Еще, в принципе, можно основываться на лунный календарь. Считается, что сеять лучше на восходящую луну. Но если ты будешь сеять в плохом настроении, то урожая не будет. Восходящая луна не поможет человеку в плохом настроении. Я смотрю на эту рассаду перца, которая уже взошла и начинает активно расти. И понимаю, если мы будем следовать советам Нелли Мурашкиной, то растения будут действительно экологически чистыми, а плоды необыкновенно вкусными. Спасибо тебе, дорогая.